Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с том, что вы написали. Значит, мне 30 лет, вместе с женой мы уже 10 лет, вместе есть с сыном. Значит, если этот срок довольно большой, с одной стороны, что вы молодцы, что сохранили свой брак в течении такого большого количества времени, нужно сказать, что, скорее всего, скорее всего, вашей жене меньше лет, чем вам. Да, то есть вам 30, есть, скажем, 28, 27, ну так вот, как правило. Вот, ну и, соответственно, минус 10 лет, это получается, что ей не было еще даже 20, когда она вышла замуж за вас, соответственно. Вот. И, естественно, что у нее поменялись сейчас взгляды, и, естественно, что у нее поменялись сейчас ценности какие-то, да, естественно, что она мыслит сейчас немножечко другими категориями, естественно, что она, скорее всего, подрослела, естественно, что поменялись ее позиции, и, в общем-то, сейчас она требует от вас, да, чего-то вот такого, чего раньше вроде бы как не требовала, но, тем не менее, значит, сейчас для нее это важно. И я думаю, что подобное изменение в ее поведении и в ее отношении к вам, такое вот изменение, оно нормальное, в общем и целом. Просто потому что, ну, вот так это работает, к сожалению, так это происходит. И вопрос в том, готовы ли вы, хотите ли вы, можете ли вы удовлетворить запрос, например, своей женщины, хотите ли вы сделать это, хотите ли вы дать ей то, то, что, вот, ну, то, что ей нужно, да, вот, вот, готовы ли вы это сделать? Понимаете, и если нет, если не готовы, то вопрос, на мой взгляд, заключается в том, почему не готовы сделать вы этого? Потому что, ну, вот, вы говорите, что вы много работаете. Хорошо. Вы много работаете, но зачем? Вот для чего вы много работаете? Вот подумайте, пожалуйста, об этом. Много работаете вы, скорее всего, я не берусь, конечно, говорить наверняка, но, скорее всего, вы работаете много для того, чтобы обеспечить свою семью, да, чтобы ваша семья, она ни в чем не нуждалась, например, чтобы у нее было все необходимое, да, ну, например, там, у вашего, допустим, сына, у вашей жены и так далее, вот. Значит, ну, задача более чем достойна, да, задача более чем достойна, да, задача более чем достойна. Но, так устроен мужчина, что он мыслит всегда категориями более глобальными, чем лично, и мысля более глобальными категориями, мужчина, к сожалению, к сожалению, упускает из вида то, что важно сейчас, то, что важно, ну, женщине, например, то, что важно ей, как таковой, вообще, понимаете, вот. И думается мне, думается мне, что вот этот момент, этот момент, его нельзя сбрасывать со счетов, понимаете, то есть, вот вы задумаетесь об этом, вообще, для чего вы это все делаете, вот, то, что делаете, да, вот, зачем, зачем, с какой целью вы это все делаете, то есть, ну, хорошо, вот вы работаете, вы, там, стараетесь для, допустим, для своей семьи, для своей жены, да, вот. Вот, но зачем, зачем, зачем это вашей, например, жене, если она не видит от вас какого-то вот внимания, внимания, такого внимания, которое, ну, которое, которое, которое нужно ей, именно. И вот, как бы, вопрос заключается, именно в этом. А зачем тогда вы работаете? Для чего, для чего тогда вы это делаете? Понимаете? Вот. И мне представляется вот это вот довольно такой серьезной проблемой, потому что получается, что вы сами того не желая, игнорируете, значит, ну, поведение, игнорируете поведение, может быть, игнорируете желание своей жены. Вот. Она хочет, чтобы вы чаще были вместе. А чего она хочет? Она хочет, чтобы вы были защищены, чтобы вы дали ей защищение. Она хочет, чтобы вы помогли ей быть защищенными. Она хочет, чтобы вы дали ей ощущение надежности, ощущение нужности. А вы работаете много, и она не чувствует ничего, ничего этого. То есть, основная здесь ваша проблема в том, что у нее сильная нехватка, вот, какого-то, значит, ну, внимания, сильная нехватка, значит, вашего общества для нее, как бы, да? И из-за этого она, собственно, вот так себя и ведет с вами, из-за этого вы, собственно, и ссоритесь. И я думаю, что, в общем-то, ну, если мы говорим именно конкретно об этом, то здесь ее можно понять, ее поведение, оно вполне, ну, вполне нормально. Ее поведение вполне нормально. Вопрос в другом немножко заключается. Вопрос заключается в том, готовы ли вы, готовы ли вы как-то, ну, менять свою позицию, готовы ли вы менять свое отношение к ней, и готовы ли вы, ну, поступать как-то иначе, и готовы ли вы поступать как-то по-другому по отношению к ней, да, то есть готовы ли вы давать ей то, что она хочет. И самое главное, наверное, это то, что готовы ли вы позволить ей хотеть того, что она желает, потому что, ну, если вы не будете этого делать, да, если вы не будете ей позволять, то, соответственно, ничего и не будет. Вот. То есть, я думаю, что вашу семью, в принципе, можно сохранить вполне. Главное, чтобы вы, ну, постарались, если угодно, значит, чтобы вы постарались больше внимания уделять своей жене. То есть, то есть, расстаться вы успеете всегда, вот, сохранить отношения, ага, попробовать сохранить отношения. Это вот вопрос, наверное, такой, знаете, ну, более серьезный, и я думаю, что стоит попробовать, значит, сохранить вашу семью. Не пробиться разводиться. Вот. То, что вы не нагулялись, то, что вы не нагулялись, это, конечно, очень серьезный момент, потому что, ну, объективно, если вы чувствуете, что не нагулялись, то здесь, конечно, ситуация весьма серьезная. Дело в том, что в этом случае можно говорить о том, что вы, может быть, как-то, ну, рано женились, но опять же вопрос в том, зачем вы женились, для чего вы брали в жену эту женщину, потому что она вас устраивала. Насколько вы ее хорошо, значит, знали, насколько вы хорошо понимали, на ком вы женитесь, и так далее. Это вот тоже важный вопрос. В какой момент она стала вести себя по-другому? В какой момент? Вот вы говорите, что мы часто ссоримся, да, вот, вы пишите, а ссоритесь-то вы, с какого момента, с какого момента вы начали ссориться? Смотрите, вы говорите, что, значит, так, значит, часто ругаемся, вот. Живем вместе, и любовь осталась. Вот здесь тоже, ну, как бы, не совсем понятно. То есть, если вы живете ради ребенка, то любви, любви между вами нету вообще никакой. Ну, просто потому что ее не может быть в этом случае, если вы только ради ребенка живете. Ну, вот. А если вы, допустим, если вы говорите, что у вас плюс осталось, ну, простите. Да, вы лукавите, и живете вы не только ради ребенка, но и ради нее самой, ради вашей жизни самой, например. Вот. То есть, здесь нужно выяснить все-таки, ради чего, что на Медвижен. Вот. Ну, и, собственно, понимаете, развестись, развестись, да, развестись, вы всегда успеете, я думаю, с этим не будет никаких проблем, а вот ребенок будет переживать развод своих родителей, и это далеко не самая лучшая эмоция. Поэтому, если у вас есть любовь, как вы говорите, то я рекомендую вам все-таки попробовать, значит, ну, как-то вот проработать ваши ссоры и, собственно, подумать о том, а вот, может быть, я могу, например, что-то для своей жены, допустим, сделать, может быть, я могу как-то удовлетворить ее потребность, чаще быть вместе, ведь она же хочет быть с вами, она же хочет, чтобы вы были вместе, она же желает этого, так, может быть, это хорошо, что она этого хочет, может быть, это здорово, что она этого желает, может быть, это стоит как-то вот использовать для себя, для того, чтобы улучшить, так сказать, ваши жизненные условия и так далее. Вот. Мне кажется, что здесь самое главное, конечно, это не наломать. Дров, мне кажется, что в вашем случае самое главное, как-то вот не испортить. Все, дабы потом вы, ну, не жалели, дабы потом вы не жалели о том, значит, ну, о том, что произошло. Вот. А то вот так вот сделаете что-то, а потом будете жалеть об этом, и в итоге ничего хорошего из этого не получится совершенно. Вот. Поэтому я думаю, что вот вам можно именно вот на этот запрос ответить вот так. Именно на этот запрос. Теперь, если мы говорим о том, значит, можно ли вам сейчас расстаться, ведь вы молодые, можно ли вам сейчас расстаться. Расстаться вам, конечно, можно. Я бы даже сказал, что, ну, наверное, нужно даже на какое-то время, потому что, ну, противных случаев, я боюсь, вы просто друг друга не поймете. В противных случаях вы просто можете еще больше отдалиться. То есть я бы предложил на какое-то время расъехаться, я бы предложил вот в какое-то время побыть отдельно немножечко от друг друга, ну, чтобы нормализовать ситуацию, чтобы ситуация нормализовалась, чтобы она как-то вот пришла в норму, чтобы вы, ну, чтобы вы побыли друг без друга, вот, и тогда, я думаю, вы сможете, ну, хорошо так для себя ответить на вопрос о том, есть ли у вас, например, будучи с этой женщиной, допустим, или нет. Вот. Сить ради ребенка, я думаю, не стоит, потому что, ну, объективно, объективно, если вы живете ради ребенка, то, как вам и сказал мой коллега, на мой взгляд сказал совершенно правильно, что вы таким образом на него, на ребенка накладываете очень большую ответственность, вот, ответственность на ребенка давит, и, соответственно, ну, он не заслуживает того, чтобы вот, чтобы с ним так обращались, вот. Кроме того, ребенок не может выступать в качестве средства для, вот, вот, решения каких-то проблем, а именно это, к сожалению, ну, к сожалению, как это вижу я, именно это вы делаете. То есть, вы используете, как бы, ребенка, вы используете, как бы, своего ребенка, ну, для того, чтобы, например, не выходить из зоны комфорта, своего, допустим, зоны комфорта, из своей зоны комфорта. И, как мне видится, это не самое лучшее поведение, которое вы можете делать, потому что ребенок, еще раз повторю, не должен, не может нести ответственность за вас. Он, ну, он самостоятельный личности. И если вы чувствуете, например, что ваше семья не все гладко, то знаете, что ребенок это все чувствует, видит, понимает, и ему, ну, вот, ему, скорее всего, очень тяжело из-за этого, потому что он-то думает, что вы из-за него ссоритесь. И да, вы можете сказать, что нет, мы ссоримся не из-за него, и вообще дело не в нем, да, это так. Но ребенок эгоцентрист, и вам это нужно понимать, что ребенок эгоцентрист. И если мы говорим о ребенке как об эгоцентристе, то мы говорим о том, что ребенок абсолютно любые вещи, связанные со своими родителями, воспринимает исключительно на свой счет. И по-другому ребенок не умеет. Поэтому, исходя из этого, я полагаю, вы уже, ну, я надеюсь, что вы уже сами догадались, что если, если вы ругаетесь как-то, если вы ссоритесь как-то, то ребенок практически всегда думает, что это из-за него. И таким образом многие родители, ну, совершают ошибку. Они думают, что, как бы, им помогают, ребенку в смысле. Вот, они думают, что они делают для ребенка какую-то вот, ну, хорошую вещь, оказывают ему услугу, например. А в итоге, в действительности, они ему только вредят. И вредят они ему, ну, именно вот тем, что постоянно создают вот эту вот среду, постоянно создают атмосферу, в которой ребенок чувствует себя очень плохо. Вот, поэтому, поэтому я рекомендую вам, прежде чем вы будете предпринимать окончательное решение о разгонде, это решение действительно принимать только вам и никому больше. Вот, прежде чем вы будете принимать это решение, подумайте. Просто постарайтесь подумать о том, значит, на сколько, вот, то, что вы делаете, является правильным и верным и соответствующим, например, соответствующим тому, что вы вообще хотите изначально или хотели изначально и так далее. И так далее. Вот, потому что, ну, все-таки раздаться и разрушить все очень легко. Это очень легко сделать. Очень. А вот куда сладнее будет все восстановить. Поэтому, я думаю, что здесь спешить не стоит. Также, мне кажется, что вы немножечко забываете о своей жене, о том, чего она хочет, о том, что ей важно, что для нее ценно и так далее. Мне кажется, что вы об этом забываете, вы забываете о том, что вы женабы. Вот, и если вас именно не устраивает тот факт, что вы женаты, я вот могу это понять, могу понять, что вас не устраивает именно вот этот факт, что вы женаты. Ну вот, тогда в этом случае я думаю, что совершенно очевидно, что вам нужно поступать так, как вы хотите, потому что, ну, ничего хорошего не будет. Если вы, допустим, поняли внезапно, что не нагулялись, например, и так далее. Вот, значит, как я вам рекомендую выстраивать приоритеты, да, то есть, о ком думать сперва. Сперва я рекомендую вам думать о своем ребенке, что лучше для него. Вот. Это первое. Сперва ребенок, потому что ребенок наиболее зависим от вас. Кстати, а как вы ребенка за чалем, да, то есть, как вы его завели, вот, когда вы его заводили, вы отдавали себе, например, отчет о том, что, ну, как бы, у вас проблемы, и что ребенку, может быть, как-то плохо будет, или у вас проблемы появились именно уже после, как бы, рождения ребенка. Вот. Вот это вот мне как-то не было ясно, исходя из вашего, опять же, текста, да, потому что он довольно такой, обрывчатый. Вот. Но я рекомендую на эту тему тоже вам как следует подумать, потому что момент этого. То есть, если проблемы начались до рождения ребенка, то с этим, в принципе, можно работать. там могло быть и временное разочарование в своей женщине, там могли быть и какие-то, возможно, даже, ну, чисто бытовые такие ссоры, чисто бытовые такие проблемы, которые, ну, можно разрешить при желании можно это все как-то привести к определенному общему основанию. Главное, чтобы, опять же, у вас, главное, чтобы у вас было на это желание, понимаете. Вот. И я здесь тогда рекомендую вам вот о чем подумаю. Пожалуй, это, наверное, будет последнее. Подумайте одно же, что для вас обращает любовь. Вот как вы понимаете любовь? Вот вы говорите, любовь осталась, но вражда сильнее. А из-за чего вражда вас? Вы говорите, она пытается меня поменять, а вы с ней что, вы с ней прошаетесь, вы с ней боретесь со своей женщиной? А зачем бороться со своей женщиной? Для чего нужно своей женщине что-то вот доказывать, там, например, вот для чего это дело? Понимаете, мужчина, который не уступает своей женщине, он, ну, у него, у него как правило, как правило, это уже не всегда так, но как правило, у него есть определенные проблемы, проблемы, может быть, в социуме, проблемы, там, например, в реализации, проблемы еще где-то, понимаете, мужчина, если он вот уверен в себе, он своей женщине всегда уступит, потому что уступка своей женщине это и есть проявление силы, вот, ну, а вы-то говорите о чем? Вы-то говорите о том, что вы своей женщине не уступаете, как раз вы говорите, что она вас умеет поменять, пытается, и это для вас самое, как я понял, неприятное в данном случае, в данной вот ситуации, и на мой взгляд, здесь вам вообще стоит присмотреть свое отношение к женщине с женщином вообще. То есть, если вы отношения начинаете выстраивать, то, собственно, вопрос тогда именно об отношениях, как кому, какую роль вы отводите себе, какую роль вы отводите женщине, там, соответственно, согласна ли она на эту роль или нет. Вот эти вот все вопросы, они их лучше решать до брака, на самом деле. То есть, чтобы в браке в подобные вопросы уже не вставали. Понимаете? А то получается такая ситуация, что вы женитесь, вы семью создаете, а потом происходит вот что-то такое негативное, что ваша семья возвращает. Да, вы молоды, безусловно, вы молоды, но я не рекомендую все-таки вести себя ну вот так. Если вы делаете что-то, то пожалуйста, старайтесь продумать и вести себя ну как-то вот более соответствующего, более последовательно. И если вам, например, что-то не нравится, если вашей женщине что-то не нравится, то я думаю, что это нужно уважать, во-первых, во-первых, нужно уважать то, что не нравится вам, и нужно уважать то, что не нравится ей. И вот только через взаимное уважение вы сможете чего-то добиться. А не так, что борьба, вражда и так далее. Это не то. не та эта модель поведения, которая принесет вам что-то хорошее, что-то позитивное. Понимаете? Но опять же, опять же, опять же, это вам, вам, исключительно вам только решать эти моменты, опять же, вам исключительно только принимать решение. Я вас ни в коем случае не хочу к чему-то принуждать, но просто даю вам такие вот рекомендации, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, что происходит. Потому что у меня есть ощущение, что вы сейчас ослеплены тем, что у вас проблемы есть с женой, и вы ослеплены этим и хотите эту проблему решить. А то, что за этой проблемой могут стоять другие проблемы, например, проблема того, что вы неправильно выстраиваете отношения с женщинами, допустим, или еще какие-то могут быть у вас проблемы, это вы упускаете. Поэтому вот, пожалуйста, обо всем этом старайтесь подумать. Обязательно причины ссор, обязательно причины ссор, обязательно чего она хочет, чего она желает, что для нее важно, и, значит, почему вы ей этого не даете, почему вы ей этого не подоставляете, если не можете, то, соответственно, почему не можете, ну, и так далее. То есть, здесь довольно много вопросов, которые вам нужно задать. Ну, а развестись, развестись это всегда успеется, и думается мне, что потерять свою жену и лишить, например, ребенка полноценной семьи вы успеете всегда. Еще что меня привозило, это то, что вы говорите хочется, чтобы ушла, она ушла. То есть, не вы ушли, а она ушла. И вот это, конечно, довольно интересно. Обычно уходит мужчина, потому что мужчине легче адаптироваться к новым каким-то реалиям, к новым ситуациям, к новым обстоятельствам, если не легче к этому фильму адаптироваться, а женщине тяжелее. И вот здесь вопрос, на мой взгляд, встает именно о том, насколько вы ее уважаете, свою жену. одиночку. На этом все, надеюсь, помог вам, если вас остались вопросы, пишите в личку, буду вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.